МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить факты» и комментарии к событиям, которые произошли в нашей рязанской жизни. А у нас и взятки берут, и выборы идут, и с бешенством борются. В общем, все как у людей. Вкратце о главном сегодня. Триллер раскручивается. Рязанские следователи сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела по факту коррупции в налоговой службе региона. Кто возглавит Альма-Матер? Сегодня в Рязанском государственном университете выбирали ректора. Холода, холода. Рязанские синоптики рассказывают о том, сколько будет градусов ниже нуля в ближайшие дни. Ну а теперь перейдем к подробностям. Рязанские следователи раскручивают дело о взятках в областной налоговой инспекции. Как известно, на прошлой неделе грянула весть. При получении более чем миллионной взятки в собственном кабинете взяли заместитель начальника областного управления Федеральной налоговой службы Алексея Новикова. Запахло скандалом в налоговом королевстве. А тут и еще подоспела весть. Главный подозреваемый будет, скорее всего, проходить как минимум по двум делам. Установлены новые эпизоды получения взяток. Так, следствием установлено, что в ядваре этого года Новиков, действуя в сговоре с начальником одной из межрайонных налоговых инспекций и его заместителем, получил от представителя Рязанского сельхозпредприятия взятку в размере более полутора миллионов рублей за возмещение НДС. По данному факту, в отношении Алексея Новикова и его соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это получение взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом в отношении Алексея Новикова избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня в железнодорожном суде решался вопрос об избрании мера пресечения для Алексея Новикова. Теперь общественности остается ждать развития события. Ограничится дело одним Алексеем Новиковым? Или всплывут новые фигуранты? Вскоре узнаем. Одно ясно. Такие комбинации в одиночку вряд ли прокручиваются, даже если чиновник занимает высокий ведомственный пост. Так что не исключено, что Новиков лишь звено во взяточной цепи. Не исключено, конечно, не означает, что так оно и есть. Следствие разберется. К более благородной и трагической для России теме сегодня отмечается 70-летие полного снятия Ленинградской блокады. Тогда страна узнала все горе великого города. Весь ужас невыносимой голодовки, ставший на долгое время именем нарицательным, символом нечеловеческих мучений и героизма. Почти 900 дней шла осада Ленинграда фашистскими войсками. И прожить даже сутки в голодном городе было невероятно трудно. Сегодня в нашем эфире фрагмент программы «Семь минут». Она еще только готовится к выпуску. И в ней приняла участие Лариса Степановна Юрьева, блокадница, которая переживала те времена, будучи еще ребенком. Рядом с роддомом стали падать бомбы. И волною вырвало стену детского отделения роддома. Детские коечки вылетели на улицу. Моя коечка зацепилась на арматуру стены. И таким образом я спаслась от прямой смерти. Однажды папа приехал и привез с корабля кота. Я так думаю, что это единственный оставшийся в Кронштадте кот. Мама меня пеленала, укладывала вместе с этим котом в корзинку, закрывали проход чемоданами. Три месяца я находилась с котом. Во время бомбежки я начинала пищать, потому что не хватало сил кричать, плакать. Он начинал меня лизать, успокаивать. И я засыпала. Сегодня в Рязанском государственном университете выбирали нового ректора. Интрига в том, что исполняющий обязанности ректора РГО Сергей Пупков ранее снял свою кандидатуру с выборов, хотя многие предполагали, что именно он и станет главным претендентом. В ноябре ушедшего года комиссия по выборам ректора РГО согласовала три кандидатуры из шести. Аттестационная комиссия Министерства образования и науки России согласовала все три представленные кандидатуры. Это Татьяна Еременко, первый проректор университета, Елена Кирьянова, проректор по учебно-методической и воспитательной работе РГО, и Светлана Панюкова, профессор кафедры дистанционных образовательных технологий из Дружественного радиоуниверситета. Некоторые подробности у Глеба Галушкина. Сейчас в списке на вакантную должность ректора Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина числятся три кандидата. Подробнее о каждом, вернее, каждой. Татьяна Еременко, как действующий первый проректор РГУ, уже сейчас по своей должности в отсутствии ректор выполняет общее руководство вузом. Также она отвечает за документационное обеспечение управления, международные связи и дополнительные образовательные программы. Доктор педагогических наук, профессор кафедры культурологии. Следующий кандидат – проректор по учебно-методической и воспитательной работе Елена Кирьянова. В вузе сейчас она курирует основные образовательные программы всех форм обучения, социокультурную среду университета, трудоустройство выпускников. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории. Третий кандидат – профессор кафедры дистанционных образовательных технологий Радиотехнического университета Светлана Панюкова. Она руководила информатизацией образовательной деятельности в своем университете внедрением в учебный процесс инновационных технологий. Процедура, она традиционная. Конференция преподавателей, сотрудников и обучающихся. Сначала слушает программы кандидатов, затем каждый из кандидатов отвечает на вопросы и идет живое обсуждение программ кандидатов. То есть любой делегат конференции может выступить со своим анализом программ. Поэтому вот когда проходит вот эта процедура, лишь только тогда начнется процедура голосования. Пока в госуниверситете выбирают ректора, студенты десантируются в различные учебные заведения Рязани. У нас проходила акция «Студенческий десант», в ходе которой вузовская молодежь стажировалась в различных подразделениях органов внутренних дел. Проект стал дебютным как для полиции, так и для студентов и, возможно, приживется. По крайней мере, в этом уверена Оксана Тебенихина, снимавшая материалы о студенческом десанте. Всероссийская акция «Студенческий десант» подтянулась и к нашему региону. Рязанские студенты за время ее проведения прошли стажировку на базе экспертно-криминалистического центра регионального управления МВД, а также побывали в городском управлении полиции. Экскурсии по отделам полицейские не ограничились. Ребятам удалось на практике ощутить на себе всю важность работы стражей правопорядка. Например, проверили, насколько хорошо или не очень они стреляют. Оружие, конечно, не настоящее. Тем не менее, эта копия является максимально приближенной к оригиналу. Восемь. 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 Девять. Также ребятам удалось понаблюдать за работой специалистов, в частности участковых, патрульных, следователей и оперативников. Студенты, многие из которых получают высшее юридическое образование, живо интересовались нюансами работы экспертов и задавали вопросы сотрудникам центра. По мнению самих полицейских, данная акция очень полезна. Во-первых, она помогает формировать у студентов положительные представления об их работе. А во-вторых, как следствие, студенты, окончив УЗ, могут изъявить желание вернуться сюда уже в качестве сотрудников. К другим темам. Как известно, недавно в Рязани был выявлен факт заболевания животных бешенством. Звоночек-то тревожный. Мало кто хотел бы быть атакован таким, с позволения сказать, зверьком. А если речь идет о детях, то здесь вообще другой калинкор. Поэтому ветврачи сейчас озабочены прививками домашних питомцев. Хозяева кошечек и собак, кстати, тоже должны проявить особую сознательность. Тем более, вакцинации мурок, жучек и других проводятся бесплатно. В клинике для животных была сегодня Наталья Новикова. Год от года животных, страдающих бешенством, становится все больше и больше. И это не только дикие лисы, волки, летучие мыши, но и наши любимые домашние питомцы. В декабре случай бешенства был зафиксирован и в Рязанской области. И сейчас во всех ветеринарных клиниках города животных вакцинируют от этого недуга бесплатно. Всем владельцам животных необходимо знать, что своевременные прививки против бешенства, которые проводятся бесплатно в любой клинике города Рязани, предотвращают возникновение бешенства. Если вы завели дома кошку, собаку или хорька, не поленитесь привить своего питомца. И даже если четвероногий друг не ходит гулять на улицу, все равно стоит сделать ему прививку. Не стоит забывать о том, что бешенство действительно смертельно опасно, причем не только для животных. Человек-кукус зараженного зверя может стоить жизни. Сделать прививку своему любимцу вопрос нескольких минут, потратив которые вы стопроцентно избежите неприятных неожиданностей. И, наконец, о погоде. Самые морозные известия приходят из интернета, просачиваются белым парком с телеэкранов, а также становятся одной из главных тем в разговорах пассажиров общественного транспорта. Погоду нам обещают и оттуда, и отсюда весьма холодную. Потому-то наш автор Глеб Галушкин получил редакционное задание узнать доподлинно, какие градусы по Цельсию ждут рязанцев в ближайшее время. Рязанские синоптики обещают в последнюю неделю января понижение температуры. Причем ночью столбик термометра опустится, по их словам, ниже отметки в 30 градусов мороза. На этой неделе погоду Рязанской области будет определять обширный антициклон, опускающийся к нам с севера. Поэтому в ближайшие дни морозы только будут крепчать, а показания барометра будут очень высоки. 28 января ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус 19, минус 24 градуса, местами по области до минус 29. Днем температура воздуха минус 14, минус 19 градусов. 29, 30, 31 января атмосферное давление продолжит свой рост. Поэтому вероятность осадков также будет мала. Ночные морозы усилятся минус 23, минус 28 градусов, местами по области до минус 32. В дневные часы показания термометров не превысят 16, 21 градусов со знаком минус. По народному календарю 27 января день святой равноапостольной Нины. В старину считали, что если в этот день шел снег, то быть обильному урожаю. А еще поздно вечером, перед тем, как ложиться спать, выходили во двор и смотрели на небо. Считалось, что если много звезд на небе, жди снега и теплый день. Мало звезд будет в юго и ненастье. Сегодня мы получили материалы от дорожных инспекторов, которые выезжали в рейды выходного дня. Не только экипированные в соответствии с уставом, но и вооруженные видеокамеры. Работал с полицейскими съемками также Глеб Галушкин. Вечером в субботу на 68-м километре трассы Клепике-Рязань произошла авария по вине пьяного водителя маршрутного такси. Он ехал со стороны Рязани и врезался в двигавшийся впереди автомобиль «Жигули» первой модели. После столкновения с легковушкой микроавтобус пересек две встречные полосы и улетел в кювет, проехав по снегу еще около 100 метров. 37-летний водитель «Жигули» и его 34-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. Сам водитель маршрутки заявил, что в этот день он совсем не пил. Тормознул передо мной. Вы наемный водитель или вам машина принадлежит? Я наемный водитель, я тормознул перед ним, но деваться было некуда. Впрочем, при проверке на алкотестере у мужчины обнаружили более промилле алкоголя. В итоге ДТП водитель и пассажирка «Жигулей» доставлены в больницу. ДТП водитель и пассажирка «Жигули» Еще короткие новости с этого понедельника, а значит с сегодняшнего дня, номера экстренных служб изменились. Отныне, чтобы вызвать полицию или пожарных, к обычным номерам надо будет добавить единицу. Правда, привычные номера 01, 02, 03 и 04 еще какое-то время будут действительны. Также официально сообщается, что измененные телефонные номера будут доступны и со стационарных телефонов, и с мобильных устройств, а также их поддержат все мобильные операторы, работающие на территории России. Это тоже информация сегодняшнего дня. И еще по результатам деятельности в минувшем году Рязанская областная детская клиническая больница имени Дмитриевой включена в реестр лучшие медицинские учреждения. Достижения серьезные, что и говорить. Подробнее об этом мы будем разговаривать сегодня с главным врачом больницы Татьяной Панфиловой. Это будет через несколько минут в рамках нового проекта нашей телекомпании, который так и называется «Подробности». Поэтому сейчас расстаемся ненадолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова